В Армении подвели итоги парламентских выборов. По данным ЦИК лидирует правящая республиканская партия, у нее 49% голосов, чтобы сформировать правительство и потребуется создать коалицию. В парламент проходит еще три политические силы. Блок бизнесмена Гаги Кацарюкиана, старейшая в стране партия армянское революционное содружество Дашнак Цутюн и оппозиционный блок Выход. Наблюдатели от СНГ и ОБСЕ признали, что голосование прозрачным и демократичным. Эти выборы стали первыми после изменения Конституции, предполагающего переход от президентской формы правления к парламентской. Из Еревана Александр Батухов. Пожалуйста, приложите указательный палец. Такая электронная система регистрации избирателей на выборах в Армении применяется впервые. Сканируют и отпечаток, пальцы и паспорт. Данные поступают на специальный сервер Центра избиркома, что исключает возможность повторного голосования на других участках. Каждый избиратель, придя на участок, получал вот такой конверт и 9 бюллетеней для голосования. Именно столько политических объединений участвовали в этих выборах. Проголосовать можно было только за одну партию, вложив бюллетень в конверт, а оставшиеся листы бросить в специальный отсек, который был в каждый из кабин для голосования. Видеокамеры на участках и специальные стикеры на бюллетенях, без которых они считаются недействительными. Все это было сделано для того, чтобы избежать любых махинаций во время голосования. Многие из тех, кто пришел на участки, говорили о том, что на эти выборы возлагают большие надежды. Надеемся, чтобы жизнь пошла более, так скажем, стабильно, было у народа, работу больше. Какие-то изменения должны быть, чтобы очень мало людей уезжало бы из Армении. Сами участники этой избирательной кампании проголосовали одними из первых. Большинство в Ереване. Свои голоса отдали и премьер-министр страны, и президент. Сегодня не время оценивать шансы той или иной политической силы. Сегодня время голосовать. За 12 часов голосования на участки пришло свыше 60% избирателей. Для парламентских выборов, заявили в Центр-Избиркоме, это очень высокая явка. Уже 8 часов вечера объявляю избирательный участок закрытым. Первые цифры Центр-Избирком озвучил ближе к полуночи. Республиканская партия Армении, поддерживаемая и президентом, и премьером, сразу заняла лидирующие позиции. Второе место, как и показывали все соцопросы, у блока и бизнесмена Гаги Коцарукяна. По предварительным данным, в парламент проходит еще два политических объединения. Дашнак Цутюн и Блок Выход. В течение дня в Центральную избирательную комиссию с разных участков поступило более 200 обращений и жалоб. Большинство из них, как пояснили в ЦИКе, носили технический характер. Например, не работала видеокамера или сканирующее устройство. На данный момент можно сказать, что серьезных, организованных правонарушений фактически в течение дня не было зафиксировано. После проведения этих выборов статус парламента изменится, как и форма управления государством. Из президентской республики Армения станет парламентской. И уже депутаты будут формировать правительство и выдвигать премьер-министра. Правда, для этого большинство мандатов должно быть у одной политической силы или коалиции сил. По закону для ее формирования отводится не так много времени. Всего шесть дней со дня голосования. Александр Батухов, Андрей Лесных, Игорь Соловьев и Ливон Григорян. Первый канал. Армения.